В 1757 году усадьба Кузьминки получила новых хозяев, которые со временем сделали ее настоящим родовым гнездом. 18-летняя дочь Александра Григорьевича Строганова, Анна, стала женой князя Голицына. Счастливая и долгая семейная жизнь способствовала тому, что супругами Голицыными было заказано большое количество парных портретов. Большинство полотен высокого художественного уровня. Значительная часть портретов Анны Александровны и ее мужа Михаила Михайловича происходит именно из Кузьминок. На протяжении почти 50 лет супружеской жизни портреты заказывались выдающимся художникам Ротари, Рокотову, Борду, Лампи. По изображениям можно проследить, как с течением времени менялись не только стиль и техника написания портретов, но и внешность супругов. Первым по времени можно считать портрет 20-летней Анны Александровны, написанный итальянским художником Пьетро Ротари в 1759 году. Портрет был создан через два года после свадьбы хозяйки Кузьминок. К этому времени она уже имела одного или двух сыновей. Ротари, приехавший в Россию по приглашению императрицы Елизаветы Петровны, быстро завоевал популярность благодаря хорошей технике письма и умению представить модель с самой приятной стороны. В данном случае юная и привлекательная княгиня Голицына не столько нуждалась в приукрашении, сколько в возможно более точной передаче сходства. Это удалось художнику. Он сумел передать черты лица и взгляд, которые впоследствии будут повторяться в работах других портретистов. На Анне Александровне открытое платье цвета темной бирюзы. К корсажу приколота нежно-розовая роза, на шее кружевная бархотка, с правого плеча спущена накидка. Прическа соответствует моде того времени. Это невысоко зачесанные назад и завитые пудренные волосы, украшенные букетиком мелких сине-голубых цветов. Округлые формы серьги составляют единственную драгоценность, однако величина камней в них свидетельствует о благосостоянии молодой дамы. При этом даже блеск камней не может затмить блеск прекрасных темных глаз, которые более всего привлекают внимание. Благодаря активному развитию электронной системы Госкаталог, более доступной стала информация о предметах коллекции отечественных музеев. Именно там был опубликован портрет работы Ротари 1756 года, изображающий князя Михаила Михайловича Голицына. Картина находится в коллекции Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан. Музей дает следующее описание портрета. Поясное изображение молодого человека в трехчетвертном повороте влево. Голицын в парике, в керасе, одетый на белую сорочку с кружевным шабо. Камзол вишневого цвета. Во время создания портрета Голицыну было 25 лет. В те времена это возраст уже взрослого мужчины, который вполне подходил и для военной карьеры, и для женитьбы. В письме к старшему брату, написанном в декабре 1756 года, Михаил Голицын писал, что испытывает большое желание отправиться воевать добровольцем за границу, чтобы принять участие в начавшейся тогда семилетней войне. Он служил поручиком в конном полку. Изображение керасы на портрете может быть связано с военной деятельностью князя в этот период. Однако уже в феврале 1757 года состоялся свадебный сговор, на котором мачеха Анны Строгановой, Мария Артемьевна, отдала свою падчерицу за князя Голицына. В сентябре 1757 года Михаил Михайлович стал мужем одной из самых богатых женщин России того времени. Получив жену с таким приданным, он взял на себя обязанности по управлению соляными варницами и заводами, десятками тысяч душ крепостных, строительству и перестройке имений. Архитектурно-парковый ансамбль кузьминок с той планировкой и тем расположением комплексов сооружений, какие можно видеть в наши дни, строился и перестраивался именно при Михаиле Голицыне. Большое количество письменных свидетельств, административно-хозяйственная переписка, инструкции приказчикам, контракты и другие документы относятся к деятельности Михаила Михайловича по управлению водчинами, расположенными в разных частях России, в которые он регулярно ездил, показав себя хорошим хозяином и талантливым администратором. Один автор, близкая датировка обоих полотен с разницей в три года, размеры, а также расположение фигур на холсте позволяет рассматривать работы, если не парными, то по крайней мере создававшимися в некоторой связи друг с другом. Дополнительные исследования обоих полотен, возможно, еще внесут ясность в их историю.